Субтитры создавал DimaTorzok 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 Демократичный Но Демократичный Субтитры создавал DimaTorzok 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 возьмут, если я пойду к Токарю и скажу, ладно, Виктор Михайлович, везите вы там лекции читать, и надо вы там заморачиваться. Вот, так вот, неизвестный класс, это мелкий хозяйчик, работающий на рынке. Это что значит? Если я просто мелкий хозяйчик, вот я что-то делаю, делаю, сам огурцы выращиваю, помидоры съедаю. Кто это? Крестьяне. Крестьяне. Крестьяне, патриархальное, не патриархальное хозяйство. Я произвожу для себя. Если вы придете, я вас угощу всегда. Мне жалко, что я. У меня, например, малины, завались разные. Я ее не выращиваю, я только вырезаю каждый раз, а она сама растет на песке. Все, там ничего не надо делать. Чай вот гарантирую вам всегда налив. Вот, приходите. Так. Еще есть класс. А? Духовенство. Одинство. Да, простите. Но, если я произвожу замен на рынок, то я уже мелкий хозяйчик, работающий на рынок. То есть, я не сам буду есть воду вас кормить. А если я сам не буду есть, то вот совсем не обязательно, ведь туда класть такое вкусное, что я сам буду есть. Правда? Я думаю, сливочное масло-то можно заменить на пальмовое. Вам деваться-то некуда. Вот вы пойдете сейчас, допустим, к этому, к кондитерскому иконостасу. Там, если вы читали, там что написано? Ужас. Там, что они читали? Пальмовое-то, пальмовое. Потом, кроме пальмового, все масло шеи, да? И такое, и сякое, и пятое, и пятое, и пятое. И оно вроде как едят его, но не вкусное. А почему? У него температура плавления очень высокая. Вот если у вас 39 температура, вы заболели, то вы нормальны, а если 36,6, ну, наверное, переварится у вас в организме. И колом, так сказать, дойдет туда. Поэтому вроде как все так красиво, и торт, и конфеты, и... Только я же на рынок продавал. Как это выражается в поговорках? Сам выел, да деньги надо. Сам выел. Но это я бы сам и не ел. Дальше там, если вы пойдете, там будете смотреть, пойдите сегодня вечером, твердокопченая колбаса. Все сделано. Вы читаете, что сделано колбаса? Мы не кушаем колбасы, они вредные. А? Мы не кушаем колбасы, они вредные. У нас деньги. Вам не надо считать. Надо же, что вы в чем-то живете. Вы связи с общественностью, с народом. Вы должны знать, как народ живет. А народ кушает. Почему? Потому что они сейчас в уголок не могут купить. Потому что народу предлагают копченую колбасу из курицы. Это вообще забавно. Косиски. Косиски. И садырки, что-то были, что, из свинины? Ну, и говядина еще. Тоже из курицы. Ну, и там, само собой, нитрит, нитрат, поташка. Но я вам могу доложить уже как экономист, что это не новое явление. Ориентация на рынок у нас подплата 1965 года. С реформой, экономической реформой 1965 года. И я думаю, вот я вас спрошу, вы точно о ней знаете. Такой секрет, какой у нас был показатель до сентябрьского пленума 1965 года. Почему вы не можете сказать? Потому что у вас, наверное, не было еще. Я там явно. Нет, ну мы же знаем про древних греков. А это ближе города к нам. И про римлян мы знаем, правильно? Так вот я вам докладываю, что у нас был показатель до 1965 года. Мрачные годы, как сейчас говорят, культа личности и татаритаризма. Какой? Сумма снижения цен. Обратите, не сумма, а снижение себестоимости. Себестоимость – это затрата на производство продукта. Если они у вас снижаются, вам поощряют, время дают. Если они у вас не снижаются, вам время не дают. А если у вас себестоимость снижается, а цены постоянные, устанавливало государство, что у вас получается? У вас разница между ценой розничной и оптовой, оптовая снижается. Она снижается без всяких указаний. Просто потому, что вы внедряете новые технологии, повышаете производительность труда, умелость работников повышает у вас. Вот эта разница называется налог с оборотом. Повышает. Я вам тайные выдаю. Тайные. Налог с оборота. И получилось, что примерно половина дохода государства получает в виде прибыли, то есть разница между оптовой ценой и себестоимостью, и налог с оборота. Тоже половину. И вот такой разрыв. Тогда надо как-то это убирать, потому что не связаны между собой уже розничные и оптовые цены. То есть придешь в магазин, непонятно, лучше стало или хуже. С чем лучше, с чем хуже. Допустим, если цены снижаются на посуду, значит хорошо там в производстве посуды. Если цены снижаются в производстве спичек, значит спичек стали дешевле производить и так далее. То есть надо снижать цены. Поэтому снижение цен было не доброй волей товарища Сталина, а совершенно необходимым выводом из вот таким образом устроенной экономики. И наоборот. С сентября 65-го года во главу угла поставили прибыль, рентабельность и объем реализации. Чем больше я у вас денег заберу, тем больше меня нужно поощрять. Так надо брать у вас денег. То есть что надо делать? Все убирать дешевые товары, продукты, а продукты дорогие оставлять. Тут сразу появились народные, так сказать, изобретатели, которые смотрят, а что она, если она перегорит лампой, это хорошо или плохо? Хорошо. Почему? Надо еще производить эту лампу, а то сделали лампу, она и варит, и горит, и горит, и горит вечно. Так это одно разорение. Вот, поэтому один товарищ придумал сократить вольфрамовую нить. Ему выплатили премию, и пошли они эти гореть. Так называемые деньгосберегающие, это вот обычные лампочки, они производились на заводе Светлана. Светлана находится в Выборгском районе. Светлана означает, думаете, это просто женское имя? Нет. Световая лампа накаливания. Светлана. Вот эта самая Светлана производила. Потом придумали иностранное закупать, так называемые энергосберегающие. То есть, а что они кому сберегают? Значит, они, вот эти прямые лампы, в них что нагревается? В обычных лампочках нагревается вольфрам. А здесь нагреваются пары ртути. Поэтому вот если вот эти вот лампы выбрасывают на помойки, что у нас и делают. Вы видели, чтобы какие-нибудь специальные машины приезжали, забирали эти лампы? Теоретически они как бы есть. А практически, а практически у нас, кто был в главном здании университета, там был институт физики. Мы там ходили, там что-то много было. Хорошо, а потом как начали там ремонт делать, там как вскрыли пол, а там просто ртуть разлита. И оно теперь там завешено, стоит, у нас все кругом строится, там то, все, пятое, десятое, это так вот здание физики, института физики и стоит. А физфак уже уехал в Петербург. Поэтому, вот если их, так сказать, скрутить, и будет это так называемые энергосберегающие. Две иностранные компании, General Electric и Philips, 80% нашего рынка. То есть это деньгосберегающие для американских компаний, а они в 10 раз менее эффективны, чем светодиодные. А про светодиодные вы как связь с общественностью имеете в виду, что народ, вы можете объяснить? Светодиодные, это на самом деле энергосберегающие лампы. Почему? Потому что вот в этих лампах и в лампах накаливания нагревается какой-то элемент, и поэтому он светится. А вот светодиодные, там превращается электричество в свет, а не в тепло. Они тоже немножко греются, но если вот лампу, допустим, 150 ватт, вы не сможете выкрутить, она горячая. То есть если это светодиодная лампа, она практически чуть-чуть тепленькая. Светодиодная лампа в 10 раз эффективнее, чем вот эти так называемые энергосберегающие. И вот, ну а для этого надо что, вложить такие средства, чтобы было их не 500 штук, а несколько миллионов. Тогда будет это дешево. А как сами понимаете, если это будет поштучное производство, то это, конечно, все это одно разорение. Хотя это вот самый передний край. Зато вот железную дорогу, раз, и везде на всей железной дороге, эти самые светодиодные лампы, и все. И там экономия сумасшедшая, просто сумасшедшая от этого. Ну а вот, скажем, в быту, я, например, все везде поставил светодиодные, потому что вот раньше так мы ходили, выключайте лампу, выключайте. Да пусть не выключает, потому что если лампа 60, горит как 60 ватт, это 6 ватт. Она берет 6 ватт. Ну 6 ватт, сколько она у вас возьмет? Какие-то гроши. Поэтому есть, а выключили вы ее, не выключили, это не имеет никакого значения. Поэтому это очень важно. Но они дороговаты. Сейчас примерно по 150 рублей стучка. Значит, задача после реформы с 2005 года, для прибыли, для объемов денег, чтобы с вас взять деньги. Мы работаем для того, чтобы у вас взять деньги. И вот в этом, соответственно, задача современной экономики. И вот человек, который производит для обмена, если он сам производит своим трудом, он мелкий буржуал. Определение. Мелкий хозяйчик, работающий на рынке. Это целый класс у нас. Низидуальные предприниматели. Некоторые говорят, самозанятые. А вы не сами заняты, вам и кто-то занят. Или говорят, а вы начните свое дело. А вы вот сейчас учитесь у нас в университете, это не свое дело. Это дядя вас послал, мама, папа. Это ваше дело вообще, то, что вы учитесь. Как-то странно звучит, да? Вы открыли, у вас есть свое дело? По-моему, есть. Вот вы сейчас учитесь, это же ваше дело, да? Или это не дело? Что, мы ерундой занимаемся с вами? Вы думали на ту тему, нет? Как-то странно, странно. Вы только это делаете? Ну, это наше дело, это наше дело. А я? Что, не свое дело у меня? Я преподаю. А у вас есть фирма? Да, у меня были фирмы. Вот у меня газета была, вот эта, которая я вам выдал. Я зарегистрировал ее как ООО, редакция газета «Народная правда». Ой, это головная боль. Это надо отчитываться к налоговой все время. Это, значит, банке надо расчетный счет. Это, так сказать, надо туда-сюда. Теперь требуют налоговые особые средства связи электронные, зашифрованные. И мы по ним нули туда гнали. Нули, нули, нули. По этим нулям. Но мы-то нули, а с нас-то деньги за, там, 9 тысяч каждый год за то, что мы делали и так далее. Это одно разорение. Короче говоря, это у нас всего, я возвращаюсь к тому, с чего мы начали, три класса. Рабочий класс, буржуазия российская и мелкая буржуазия. Ну, а эти вот патриархальные, так сказать, хозяйства, это они в счет, их там немного. Три. Следовательно, три класса партий. Буржуазные партии. Сколько у нас буржуазных партий? До вчерашнего дня, считай, было сколько? Три. Справедливая Россия, Единая Россия и ЛДПР. Кто туда не хочет, а кто хочет чудить или из чудаков состоит, идут в ЛДПР. Я вот был в Нижнем Новгороде во время выборов, однажды участвовал. Ну и там товарищи приходили, говорят, все бандиты в ЛДПР идут. Ну, с чего они пойдут в Единую Россию? Единая Россия их прижимает там туда. А вот они идут в ЛДПР. А в ЛДПР хороший этот руководитель. Он все время агитирует за свою партию. Как он агитирует, могу продемонстрировать. Представьте себе, вот я сейчас взял и налил стакан. И раз вам это... Детка говорит, она плохо слушает меня. Так, и в лицо. Ну, вы, конечно, журналисты, они сразу насрочили. Такой-сякой, раз такой. Профессор приходил. Первый раз его видим, конечно, он зачем занимается. Я пишу ответ. Ну, я целиком. Читаю я лекцию. Потом посмотрел. Она побелела, побелела. Думаю, сейчас все в обморок упадет. Я ей раз! Спас. Так она, понимаешь, да чего неблагодарный народ. Значит, она на меня накатала телегу. Создали комиссию. Ну, комиссию из кого будут создавать? Из ваших друзей или из моих друзей? Как вы думаете? Преподаватели из комиссии. А они соберутся все. Суровые такие скажут. Да, Михаил Васильевич, таких людей надо сразу исключать. Почему? А вы проявили гнилой либерализм. Ну, мы так реально смотрим на вещи. Мы же люди, близкие к народу, к общественности. Мы же близкие. Чего же мы будем сами себя обманывать? Поэтому пусть нам не рассказывают, как там это все бывает. Так, что здорово, четко. Как бывает, как бывает. Значит, три класса. А следовательно, а партия – это авангард класса. Значит, авангард партии буржуазии состоит из трех. Состоял из трех. Но после того, как КПРФ выдвинула миллионера, которая никак не может закрыть все свои счета. Недавно еще четыре счета что-то нашлись. Два в Свейцарии, а два в Австрии. И говорят, они не полностью закрыты. Вот если дверь не полностью закрыта, вот сейчас как раит картина, она открыта или закрыта? По-моему, если она не полностью закрыта, то она открыта. Но ЦИК делает вид, он даже согласился за Грудинина, потому что у него же скандал. Если он сейчас снимет этого Грудинина, что будет? А все, кто голосовали бы за КПРФ, они не пойдут на выборы. Так выборы будут менее представительными. А это уже, как вы так работаете, связь с общественностью, что у вас люди не ходят на выборы. Вы что, смеетесь? Мы, вот я давно говорю, репрессии, может, на нас обрушатся с вами, что мы так работаем. Поэтому они говорят, ну ладно, ничего страшного. Это небольшое нарушение там, ничего страшного. Хотя это грубое нарушение, человек должен закрыть до... Но когда вы пойдете в президенты, вы, пожалуйста, перед регистрацией все-таки все свои счета миллионами, миллиардами закрывайте. Я вам советую, чтобы такой не было картины. Да, потом, вот если что, вот потом попомните, что я вам сказал. Вот. А дальше идут, а партии рабочей класса есть? В готовом виде? Нету. Ни одной. Встановление есть. Вот можно сказать, что в становлении партия находится, рабочая партия России, раз. И российская коммунистическая рабочая партия, два. Но они не зарегистрированы. Ну и регистрация ничего не означает. А большевики были зарегистрированы? Нет. Ну, посмотрите, вот я вот представляю большевистскую партию. Иду к царю, и говорю, зарегистрируйте, мы хотим свернуть царизу. Они говорят, вы чего, ребята-то? Поэтому никому такая в голову ерунда, как идти регистрировать не было. А у нас можно без регистрации делать? Пожалуйста. Только это будет не партия, а что? Вот это по теме нашей общественное объединение. Вот связь с общественностью... Как вы с общественностью? То есть их миллионы, это невозможно с ними связаться. А тут они уже в общественных объединениях. Я, например, возглавляю общественное объединение Фонд рабочей академии, межрегиональное общественное объединение. Его учредили Петровская академия наук и искусств и три объединения рабочих предприятий промышленности, транспорта и связи Москвы, Ленинграда и Нижнего Новгорода. И нас 30 декабря 1994 года зарегистрировали. И вот я с того времени президент. Ну там названия-то какие хочешь выбирайте. Вы вот, у нас вот лекции читал президент. Не надо там говорить, чего президент, как там, не надо, детали эти ни к чему. Мы вот послушали президента, он выступал, да, все. Сделайте объединение, 10 человек надо с адресами устав, изберите себя руководящий орган, допустим, президент и два вице-президента. И тоже будете президентом. Регистрировать не надо. Кто должен регистрировать? Кто хочет получить расчетный счет? Хотите получить головную волю? Регистрируйте. Еще, зачем нужно регистрировать? Чтобы быть истцом и ответчиком в суде. Вы ответчиком хотите быть в суде? Вот я не хочу, но я вот, у нас зарегистрировано объединение, мы два раза судились. То есть не мы судились, с нами судился. Министерство юстиции судилось. Я думаю, кто будет судиться с фондом рабочей академии, в скобках, фонд содействия обучения рабочих. Зарегистрированным Минюстом. Судились, потащили нас в этот самый, в Куйбышевский районный суд. Ну и я там выступал, говорю, что вот принес, что мы выставим газеты, там книги. Мы вот людей обучаем. В это время ходят бандиты, и наша дорогая вот эта служба налоговая, она вместо того, чтобы, так сказать, порадоваться, что есть люди, которые так воспитывают людей, она хочет нас закрыть. Ну пойдут они у вас там стеклы бить, так сказать, наркоманы и так далее. Судья, женщина была такая. Она, отсказать этим, которые нас хотят закрыть. А они тогда в городской суд. О, думаю, интересно. Хотел бы я посмотреть, как будет на доске осмотреться Министерство юстиции Российской Федерации против фонда рабочей академии. Вот это, думаю, уровень какой у нас пошел. А эти прямо из налогов, где они таких людей взяли? Я им видку даю. Там написано, там, Попов Михаил Ачилич, профессор, доктор философских наук, Санкт-Петербургский государственный университет, президент фонда рабочей академии. Ну что, говорит Михаил Ачилич, вот это вот останется только у вас доктор наук, профессор. Я говорю, так это неплохо же. Что такого плохого? Что, позорно, что ли? А президента хотели у меня забрать. Ну посмотрим, говорю. Ну, конечно, я обратился в одну организацию, чтобы там еще был представитель, который брали соответствующий. Президент, раз суд рассматривает, значит, он может решить или за, или против. Ну, почему он должен быть против? Даже не просто автоматом делается. А вот эта тетенька из налоговой, она говорит, ну, судьем. А судьте, там, три женщины, уже в городском, обязательно тройка. Тройки. Не только говорят про 30-е годы. Сейчас единички вообще решают. Вы придете, говорит, суд в совещательной комнате, она сама с собой совещается. А тут трое. А они выбегают 15 минут и убегают. И вот эта, которая против нас воевала, от налоговой, она говорит, мы скоро будем закрывать, и не надо будет в суд обращаться, мы сами будем закрывать. А судья там, председатель, послушал, там говорит, сами будете? Ну, хорошо. Вы будете закрывать? Ну, хорошо. Без нас, да? Хорошо. Убежали, прибегают, отказать. Нас вообще всех тронуть нельзя. Потому что уже городской суд решил. Все, больше это высшая инстанция наступила, законную силу. И нас уже не трогают там с 97-го года уже. Все, что хотим, то идем. Но мы ничего плохого не делаем. Мы работаем. Я поэтому советую, не надо вообще регистрироваться. У нас есть закон о общественных объединениях. Вот вы как связь с общественностью должны знать, что общественные объединения не обязаны регистрироваться. Есть закон, который позволяет вам свободно действовать в России без регистрации. Приходите, говорят, мы без регистрации. И все. А что еще надо? Хотите деньги собирать? Собирайте. Рассказать, как собирать деньги? Список напишите всех. Пусть вот когда кто записывается и сумму ставит. А вы будете контролером. На всякий случай. Мало ли она сейчас пойдет, купит себе что-нибудь такое красивое. И все. Поэтому мало контролера, второго контролера. И все. В чем проблема? Хотите марки сделать? Делайте марки. Нет проблем. И потом вам не надо будет ходить и заказывать. Вот мне пришлют деньги нам в помощь. Приду я туда. А вам говорят за то, что... А вы заявку сделали? Не сделали. Откуда мы знаем, когда пришлют? Прислали. Если нам пришлют 3 тысячи, то нам за движение счета забирают 4 тысячи. В Банке России, где Владимир Владимирович держит свою зарплату. И мы там же держим. Вон президент, и я президент. Только у него зарплата, а у меня счет общественного объединения. С меня раз 4 тысячи, но не с меня личное с объединением. Если прислали 3 тысячи, а 4 тысячи за движение счета минус 1 тысяча. А если у нас там 200 рублей лежало, значит все, счет закрыт. Поэтому надо, когда присылают, составлять. Это страшное дело. Поэтому не надо с этими банками сейчас чем заниматься? Ну, денег. То есть вы пришли в банк, надо вас с денег с вас взять. А как вы думали? А для чего банки создаются? Вот я, допустим, ограбил народ. Получил 30 миллионов. Как мне их сохранить? Как вы мне посоветуетесь? То скажете, что отдайте в другой банк. Я сам знаю, как банки делают. Они пропадут. Банки лопаются сейчас каждый день. Не отдам, не отдам. Землю купить? Так меня этим самым, что не знаете, как бывает, поймают в подземелье и будут утюгом по спине гладить горячим. И говорить, ну, Михаил Васильевич, дорогой, давайте подпишем, что вы отдаете эти деньги нам в помощь. Благодарительный взнос. Я подумаю, подумаю. Особенно, когда вот у него тут по спине, особенно горячим. Все, как бы, когда подпишут. Если там мало, еще есть на паяльнике. Вот батареям, особенно, они любили привязывать в 90-е годы. Это вот, это реальная беседа. Это мы однажды ехали с моим коллегой, доктором экономических наук. Золотовым. Он сейчас завидует кафедр экономической теории. А брат у него бизнесмен. А вот жена этого бизнесмена наехала, и все, она печалит. Значит, у нас ничего нету. Давайте это купим. Я говорю, куплю я тебе кольца золотые. А ты хочешь, чтобы тебя вырвали эти кольца вместе с ушами? Все, не знаете, как вырывают? Смотрит, о, кольца идут. А на ком они? Это их не интересует. Кольца. Лучше клипсы покупайте. Уши сберечь. Это реально, знаете же, из истории эти все. Страшное дело. Ну, сейчас уже так потише стало немножко. Потише. Сейчас тихо сплавит кого-нибудь. Не обязательно убивайте. Он просто его в область. Он пусть подпишет, что он свою квартиру отдает. Меняйте его на холупу, там, в Тихевинском районе, Ленинградской области. А там он уже от голода и холода умрет сам. А вы тут ни при чем. И все. Общественное объединение. Вот это вот, с кем вы можете общаться. Их много. Кто хочет, может со мной общаться. Пожалуйста. Общественное объединение одно. И другие общественные объединения. Нет, на днях позвонили. И говорят, мы из профсоюза, с союза СССР. Я говорю, чудаки. А что это такое? У нас профсоюз. А что, зарегистрировали у вас такой профсоюз? Да. Нет, не зарегистрировали. Мы просто уведомили. Ага. Ну, понятно. Ну, как может быть профсоюз, союз СССР? Профсоюз, это профсоюз, это профсоюз, тохари, там, или слесарей, или докеров. Правильно? Или авиадиспетчеров. А тут они профсоюз. Ну, тем не менее, они вот собрались, назвали себя профсоюз СССР. И теперь воюют, чтобы с них много зарплаты, квартплаты они брали. И говорят, что если человек не собственник квартиры, то он не должен это платить. И что для этого деньги высылает государство. Они вместо того, чтобы дать нанимателям, они по карманам рассовывают. И, так сказать, они это все исследуют и ловят. И поэтому с ними ничего не могут сделать. Даже я заинтересовался. У меня, между прочим, квартира тоже государственная. Ну, я-то как экономист поступил. Вот у вас приватизированная квартира? Не знаете? Нет. У вас и квартиры нету. Вы бездомные, да? У вас вообще-то вы совершенно свободный человек. Ничем не отягощенный. То есть за газ вам платить не надо. За свет не надо. Да? Квартплата вас не догонит. То есть много преимуществ. Но есть, конечно, и недостатки. Есть. Вот к нам приходит, ко мне приходит и говорит, ну, вы, конечно, у вас, конечно, этот, собственник квартиры. Мне говорят, я не собственник. Да? Ну, тогда вам бесплатно придется ставить. Там какой-нибудь счетчик или экран. Я говорю, так это ставьте. Недавно приходили жулики газовые. Приходили жулики, они под видом газовой службы устанавливают определители газа, чтобы у вас там запахло газом, чтобы не взорвалось. Вы хотите, чтобы жизнь ваша была сохранена? Покупайте. Вот они ко мне приходят. Ну, мы вам льготу дадим. Вы же, уже, так сказать, вроде как в возрасте, наверное. Вы, наверное, ветеран? Я говорю, ветеран. Ну, вам льгот. Не, я говорю, я только бесплатно, если буду. А почему? Ну, как почему? Говорю, это вот не моя квартира, не мой газ. Я покупаю газ. Оборудование это ваше. Идите делать, что хотите здесь. То же самое и с этим. У меня крупный собственник. Кто у меня собственник, у меня, квартира? Государство. Государство, хотите воевать? Не надо. А если я один, я вот собственник. А я вообще никто тогда. Представляете? Ну, вы, наверное, не в курсе дела некоторых юридических вещей. Я, как профессор по капитале экономики, вас информирую. Что в случае, если через ваш дом решили проложить дорогу, бывает такое? Тут как раз он в аккурат идет по вашему дому, потому что это кратчайшее расстояние. Если это сделали там через Сосновку, то вы помните, где Шишкин рисовал утром в Сосновом лесу под Лугой? Вот, в Северской. Ну, взяли так и проложили. Нет, чтобы обойти это дело. Нет. И вот решили, что ваш дом, это что, это будет обходить? Вот прямо через него. Вот, это называется, его, так сказать, эта площадь вас изымает для общественных нужд. Публичных. Значит, если у вас приватизированная квартира, то вам должны дать деньги в соответствии с рыночной ценой вашей квартиры. Скажите, пожалуйста, какая рыночная цена вашей квартиры, через которую пройдет дорога? Ох, она маленькая. И поэтому вы на эту цену не купите вообще и комнаты. А у меня квартира неприортизированная. То есть я как бы бедный. Ну, раз она неприортизирована, мне полагается 32 метра на каждого человека предоставить. Денег мне не полагается. А мне и деньги не надо. 32 метра в другом месте на каждого. Вот у нас там 4 человека прописано, 4 на 32, и будьте добры. Это по жилищному кодексу. То есть все наше законодательство построено на том, чтобы мелкого частного собственника душить. А зачем тогда, говорит, приватизировали? А чтобы вы все были, все как бы участвовали в разграблении общенародного состояния. Одному достался кусок земли, второму достался нефть, третьему уголь, а вам досталась ваша квартирка. Но вы тоже получили ее. Была у меня такая... Ну, я, так сказать, заявил, как человек простой, что я не буду эти баучеры брать, я в эти журналистические игры не играю. Причем я публично не возьму, да, очень. И жена сказала, и я не возьму. Потом проходит время, теща что-то там в разливе меняла какие-то там доли с одной улицы на другую, чтобы соединить здесь доли и хоть какую-то иметь часть в доме. Она говорит, Миша, дай два ваучера. Нет, твой ваучер дай. Я пошел в магазин и купил ваучер. Верхний брал, купить его там, доплатил 25 тысяч и купил. И отдал теще. Проходит месяца два, и вдруг жена моя узнает, что я ваучера отдал. Так, говорит, так ты что, брал ваучер? Говорю, нет. А маме моей отдал? Да. А ты брал? Покупал? Нет. И так мы с ней пререкались долго. А как тогда это может быть? Очень просто, говорю, я купил. Сын-то мой просто делал, сразу продал. Он же знал, что это, понятно, что это такое. А другие не сразу поняли, что с ними делают, с этими ваучерами. Вам раздать все ваучеры, потом мне платить полтора года зарплату. Потом прийти к вам и сказать, вам деньги нужны? Нужны. Давайте ваши ваучеры, а мам сейчас живые деньги. И вы отдадите как миленько, особенно если у вас дети малые кричат. Правильно? А куда вы денетесь? Вот ходили там, допустим, на Петровскую косу, там Алмаз, фабрика Нева, и с них собирали. И висели там, пожалуйста, живые деньги вам за ваучеры. А потом с мешком ваучером приходят, покупают за ваучер. То есть как покупать? За ваучер. Все это было, это все наша история. Это наша с вами задача, как тех, кто в связи с держатся общественностью, общественность немножко просвещать и видеть, в каких формах она организуется. Вот общественное объединение, пожалуйста, какие угодно. Хотите там взять общественное объединение «Зеленое солнце». Друзья журналистики, так, острое перо. Ну, как хотите, так и назовите. Никто никаких, вот, например, взял Грузин и назвал свое заво совхоз имени Ленина. Никакого отношения к Ленину это не имеет, никакой это не совхоз. Это закрытое, акционерное общество закрытое. Это значит, что я вот не могу акции купить этого предприятия, а они только могут между собой делить. А для того, чтобы другие ничего не получали, делается известен такой прием. Вот мы с вами создали акционерное общество. У меня, допустим, 44%, как у Грудинина. А у вас все остальное. Но поскольку у меня 44%, то я, естественно, в этом деле, и я, между прочим, все предлагаю решать. Ну, ясное дело, что вы распалены, а я все сконцентрировал. И у меня есть парочка друзей вот в этом краю. Вместе с ней мы составляем 51%. Вот мы в троечку соберемся наши и определяем, что решать. Собираемся мы с вами на акционерное собрание. На акционерное собрание ни руками не поднимают, а только голосуют акции. Наших акций будет трое. Наши акции больше половины. Так, есть предложение избрать меня председателем. Голосуем. Меня. Второе предложение. Избрать меня в совет директоров, председателем. А их, членами совета директоров, вот этих двух. Голосуем. А вы так что? Голосуем. Опять. 51%. Третье предложение. Никаких. А вы, значит, раскатали губу и хотите, значит, получать на акции прибыль. Считали, что вы на акции акционеры получаете прибыль, да? А называется это она, как прибыль на акции, как дивиденды. Дивиденды захотели? Мы принимаем решение в силу тяжелых финансовых условий нашего ЗАО. Дивиденды не платить. А что сделать? И четвертый вопрос. Значит, зарплату. Мне положить зарплату 1 миллион в месяц, а им зарплату по полмиллиона в месяц. Ну, правильно? А что вы? Вы же, у вас меньше же акций. Так, голосуем. Сколько там, как вы голосуете? Да никого не интересует. У вас все равно меньшинство по акциям. Особенно, если вы бы не здесь сидели, а в Сибири где-нибудь были. И бабушки были бы там, которые в лесах. Которые никогда не приедут на это. А что же, если они не приедут, так не будет действительно? Не будет действительно. Первое собрание недействительно по закону об акционерных условиях. А второе действительно при любом количестве акций. Вот вы не приехали, ну и хорошо. Мы втроем сидим и все решаем. И все это действительно. И нам потом сказки Грудинина рассказывает, как он молодец. А потом начинаем среднюю зарплату делить. Давайте все, вот Пашу нули соберем. И наши миллионы. И поделим на раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На восемь частей. Восемь миллионов, вот мы, я четыре, а не четыре. Делим на восемь. Получается, что у вас по миллиону. Ну вы даете. Как вы здорово живете. Средняя. Он нам и рассказывает средняя. Так вы расскажите, сколько получают ваши, не средняя, а сколько они получают. А он очень грамотный товарищ, молчит. Средняя у нас, говорит, высокая. А у вас сколько? Говорит, я хорошо получаю. Ну у нас есть другие общественники, например. Сейчас только что ЦИК опубликовала, как наша подруга Собчак получила. Сколько, думаете, миллионов она заработала за четыре года? Нет, за шесть лет. Четыреста. Сколько? Четыреста. Четыреста. Вот у вас связь есть с общественностью. Четыреста больше. Ну четыреста с небольшим. Да, это мелочь. Четыреста миллионов. А почему? Потому что она успешная. А вы почему так мало? Потому что вы неуспешная. Как сейчас объясняют? Дело не в том, дескать, что одни работают, а другие за их результаты, их труда используют. И присвоение чужого неоплаченного труда, как называется? Эксплуатация. Эксплуатация. Присвоение чужого неоплаченного труда. А если вот я ваш папа, а вы присвоили мой труд, это эксплуатация или нет? Нет. Потому что чужого, а это же какой-то чужой. Это не чужой, это свой. И мама, если трудится, и трудится. И потом вы будете трудиться, ваши дети. Но вы потом, внуки ваши отыграется на родителях. Пусть они родители узнают. И так далее. Короче говоря, вот у нас с вами общие задачи. Мы должны поддерживать связь с общественностью. И я должен сказать что-то о рекламе. Поскольку я все-таки тоже специалист. Но вы, конечно, больше специалисты, я понимаю. Но какой-то вам свежий взгляд. Может быть, да. Вот реклама, что такое? Сейчас кто скажет определение рекламы? Не хотите просто. Не хотите, так сказать, метать бисер? Ну, хорошо. И можно я тогда скажу? Реклама – это продвижение товара на рынок. Согласны? Вот. А как продвинуть товар на рынок? Я предлагаю. У товара есть две стороны. Это я вычитываю. Это я не сам придумал. Это я у Маркса украл. И за свое не выдаю, ссылаюсь. Значит, есть у товара потребительная стоимость. И есть у товара стоимость. Правильно? Как продвинуть к вам товар? Первый путь. Значит, полезность вещи делает ее потребительной. Стоимостью. Написано в самом первом томе капитала в начале. Вот капитал можете не читать. Ну, что он толстый, три тома. А вы в начале прочитайте вот про то, что такое товар и свойства товара. Их хватит. Ну, кто хочет больше, я не закрываю эти возможности. Сейчас капитализм, почему не читать капитал при капитализме? Это при коммунизме странно было читать капитал. А при капитализме это нормально совершенно, продают. Дорого только, очень продают. Такое издание мощное, дорогое. Дорогуще больше, чем полутора тысячи. Наверное, капиталисты все читают, чтобы лучше эксплуатировать рабочих. И вот, значит, если этот товар будет лучше удовлетворять вашей потребности, и он будет обеспечивать, способствовать обеспечению полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества, согласитесь со мной, что он будет продвигаться лучше. Правильно? Ну, не какую-то дрянь вам сделают, а что-то нужное, удобное, хорошее и так далее. Правильно? Это одна сторона. А есть другая сторона, стоимость. Ну, чем дороже, тем медленнее он двигается к потребителю. Значит, надо, если мы их внедряем, технические достижения, механизируем, автоматизируем. А у нас все больше разговоров про это делать. Роботы скоро будут делать. Где эти роботы-то? Вы видели, были на каком-нибудь заводе сейчас? Старье одно стоит. И все рассуждают про роботов. На это кино он смотрит. Как роботы воюют, неземная цивилизация воюет там с каким-нибудь районом Московской области. Это есть такие. А производство очень сейчас туго в этом. Ну, надо вот, если мы сокращаем затраты, но это старый взгляд, еще Марксов взгляд. А у него есть вот профессор такой Ельмеев, он уже покойный, и Долгов, который как раз живой, здоровый, они разработали. Я, кстати, одну книжечку такую вам оставлю, это будет интересно. Это книжка про профессора Ельмеева, автора «Теория потребительного соемосного критерия экономики». Вот смотрите. Значит, надо не просто уменьшить затраты, а пусть больше затраты будут в производстве, ну, современные какую-нибудь технику вы применили, вы умели затраты, но у потребителя вашей техники экономия труда. Вот если у потребителя и техники экономия труда взять и вычесть то, что вы затратили в производстве, получится чистая экономия труда. Не экономия труда у производителей, а экономия труда у потребителей. Вот я вам сделал такую вещь, которая сэкономит ваш труд. Ну, например, стиральные машины, они же экономят ваш труд. Ну, вот представляете, раньше, я вот не хотел, чтобы вы бросали эту доску стиральную, только хорошие, ребристые, хорошо стирать. А дети, когда маленькие были, выстирали. А я выжимал. Однажды иду по Невскому, а там, говорит, а ну-ка, нажмите. Я раз, и у них так. Жизнь, смотри, что такое, 70 с лишним килограмм. Как это у вас так? Да, я говорю, каждый день выжимаю. Что такого нового-то? Вот, то есть, если у вас есть такая техника, которая экономию дает, вот по этому критерию и выбирайте. И вот это будет способствовать продвижению вашего товара на рынок. А если оно просто дорогущее, ну, это все затрудняет. То есть, вот две линии есть, связанные с потребительной стоимостью. А вот вы рекламируете. Так вы должны рекламировать что? То, что на самом деле способствует продвижению. Иначе рекламировать то, что не способствует. А у нас под рекламой понимают всякую чушь, если, значит, они тут... Я скажу, покупайте вот эту заразу там. Что там, что... Что-то у нас сейчас рекламируется, то, что мыть надо голову-то. And shoulders, holders, and shoulders, and shoulders. Потом не выпадут полосы от этого, от того, что там делают. Короче говоря, реклама тоже предполагает определенную цель. Мы же связь с общественностью. Мы должны видеть, чтобы эта наша общественность не пострадала от такой нашей рекламы. Поэтому мы не за всякую рекламу, а мы за то, чтобы рекламировать и продвигать именно те товары, которые облегчают и улучшают нашу жизнь. И не только нашу, но и тех... Вот если только нашу, то это тоже как бы здорово. Но не мешало бы, чтобы они улучшали жизнь и тех, кто приобретает эти самые товары. Правильно? Вот. Поэтому вот это я все стараюсь рассказать, чтобы у нас было с вами взаимопонимание, чтобы мы с вами понимаем, что такое общественность и понимаем важность этой вот дисциплины. Потому что... Ну вот и решили, что для такой дисциплины, как реклама, решать с общественностью, надо дать курс философии. Я скажу, но таким людям они без философии не могут. Потому что у них такие важные задачи и направили меня сюда. Для вас. Чтобы я вам рассказывал про философию. Я и буду рассказывать про философию, не отказываюсь. Да, я не могу с вами разговаривать, у меня лекция. До свидания. Компания Мегафон, она продвигает свои услуги на рынок вот через меня. Но через меня так просто не продвинешь. Так. Компания Мегафон, меня зовут Василий. Та-та-та-та-та-та-та. Так. А меня Васильевич зовут. То есть я хочу ответить на вопрос, раз у нас первая лекция, зачем вам нужна философия? А что хорошая вот эта философия? Что ждать от нее? Ну экзамены вы задаете. Понятно. Никуда вы не уйдете. У нас в плане учебном. Это понятно вам. Это не надо разъяснять. Что из-за этого я буду еще один барьер, пока его не перепрыгнешь, не перейдешь на другой курс. Ну это не надо никакого дополнения. А вот посмотрим-то, что такое философия? Что вот знаете у нас рекламщики, связанные с общественностью? Что такое философия? Не знаете? Наука. Вот это хорошо. Наука это уже что-то хорошее. Правда? Наука. То есть чему-то же учат, а не просто какой-то ерунду. А вы что считаете философии? Форма познания мира. Форма познания мира. Вот тоже хорошо. Если мы мир знаем, так мы в этом мире правильно будем ориентироваться, да? И способы его познавания. И способы еще знаем вообще. Только познавание. А преобразование не надо. Дескать, пусть преобразует. Вот еще сколько кроме вас сидит, вы будете познавать, а не пускай преобразуют. Правильно? Это нормальное разделение труда. Преобразование все-таки не плохо бы, да? Вот я хочу в связи с этим вам предложить мысль такую. Идея. Знаете, что такое идея? Вот видите, потолок белый, это идея? Да. Это идея. Да, вот вы сейчас сидите на лекции, это идея? Нет. Ну что это, какая-то идея? Ну все сидят на лекции, ну что тут за идея? Парты деревянные. Это тоже идея. Это какой-то, это безидейность, какая-то идея. Значит, вот я могу сидеть и вам описывать гримасы погоды, и что у нас плохо в нашей стране, в нашем обществе, и в нашем университете. Или хорошо? Часами. Ну вы, наверное, убедились, чем отличаются профессора. Рот закрыл, рабочее место убрано. А если есть продолжение, значит открывается и пошло. Поэтому, если я буду такие вап толкать идеи, то я думаю, это бесполезно. Тут сидение, потому что они никогда не кончатся. Вы не придете домой, и я не приду домой. Потому что это невозможно остановить. Так вроде неприлично, и закрыть рот, как-то нехорошо. А самому мне остановиться тяжело. Слушают такие люди, так внимательно, и так далее. Поэтому это никакие-то не идеи. Идея – это мысль, которая отвечает на вопрос, что делать. Это можете записать. Первое, что вы запишете. Идея отвечает на... Мысль, которая отвечает на вопрос, что делать. Вот идей, на самом деле, очень мало. Ну вот первая идея, которая приходит, пойти домой после лекции. Это же идея, правильно? Что делать? Только я хотел сказать, что у нас вторая будет лекция. Меня сразу пресекли, сказали, не, вот лекция ваша, и все, больше у вас лекций не будет. Так что идея отвечает на вопрос, что делать. Это вообще проблема, правильно? Люди связываются, еще общественности говорить. Они сейчас будут печалиться, они будут вам рассказывать, как все плохо. Рассказать вам любая бабушка у каждого дома расскажет, как все плохо. Цены растут, заболеваемость растет, смертность у нас опять превысила рождаемость. Наша реформа, про нее написал коммерсант здравоохранения, состоялась в том, что, как написано в заголовке, при такой реформе нам не жить, потому что на 7% сократили затраты на здравоохранение за 3 года. Затем уволили 20 тысяч врачей, квалифицированных. А зачем эти врачи? Все они. Ухмик, мини-жерры, еще кто-нибудь. Они будут вам продавать лекарства дорогие, продвигать их на рынок. Вот. Закрыли медицинские учреждения, особенно сельские, в маленьких городах. То есть теперь надо ехать, черти скопы, километров, десятки, сотни километров, чтобы добраться. Но если человек, пока его везли, умер, так он умер естественной смертью в дороге. Но такие условия были. Холодно и долго ехал. И все. Вот. Но у нас есть высокотехнологичная медицина, если вы до нее доберетесь. И у нас есть лекарства, очень хорошие. Особенно, если вам это дело. Особенно для студентов это здорово. Так сказать, вы семейные, наверное, ведь не получаете. Вы же очно-заочные. Да? То есть вы должны питаться Святым Духом. Да. Но если вы были очные студенты, вы бы получали сумасшедшие деньги, полторы тысячи. Я вот девочку спрашиваю с этого, с нашего истории, я говорю, вы сколько можете прожить-то на свои эти полторы тысячи? День. А это и в месяц дают полторы тысячи. То есть я вижу у нас, а у меня раз в неделю занятия. Я говорю, так что, я вас в последний раз вижу? Не, ну человек, ну как, неделю может прожить. Или кто-то вот, у вас сегодня родители, кто спонсор это у вас, кто какие-то есть спонсоры. И начать, как еще объяснить, как вот объяснить ваше здесь появление? Мы работаем. Вот, работаете. Так мы и думали. Это я заметил. В прошлом году прихожу, а никого нет. Потом, кого отпустили, кто посумел, кто раньше пришел. Раньше я бы ругался страшно. Думаю, вот такие чайки, и нарушая дисциплину. Вы работаете, я буду ругаться, что вы позже пришли. Ну как вот я на вас буду ругаться? Ну если вас не отпустили, если я не знаю, как на работе, вы скажете, я иду в университет, обойдется ваша. Я хочу знать, быть умной, да? Слишком умной, и так уже. Слишком умной, надо вас отсюда уволить. Так что, это здесь вообще герои. У нас вообще закрыли все. Это журналисты на вереннем праве. У нас все закрыли. У нас нету на философском. Вечернего, очного, заочного нет. Вечернего нет. Заочного, чтобы простые люди, просто вот эти, с которыми хотите держать связь, чтобы они учились в УЗИ. Это вам не годы мрачного тоталитаризма и культа личности. Обойдетесь и без знаний. И был такой завод в ТУЗ при металлическом заводе. Ну как его просто так закрыть? Это нехорошо, да? А его взяли и присоединили к политехническому университету. А когда присоединили к политехническому университету, он его и закармливал. И пришел забирать помещение. А мы сказали, вот, потому что это заводские помещения, и вы их не получите. И так они умылись. Политех умылся и ушел. Тогда он пошел захватывать инженерно-экономический университет. Нет, не инженерно-экономический, торгово-экономический. На углу политехнической улицы и Новороссийской был институт советской торговли Менгельса. Потом Менгельса убрали. Потом советскую торговлю убрали. Потом назвали торгово-экономический университет, не институт. Но на беду он на улице стоял политехнической. И тогда его раз и присоединили по критерию одной улицы, но быть другого критерия не может, потому что технический институт занимается технологией, техникой, техническими науками, а это торгово-экономически. Ну как это? Одно это божий дар, а это яичница. Это как они соединяются? Все соединили. А у меня там коллега мой, профессор Казенов, заведовал кафедрой философии и социальных коммуникаций. Я спрашиваю, ну и кто ты теперь? Ну он, конечно, не заведующий, потому что когда заединили, оказалось две кафедры философии. Ну вот подумайте сами, в одном вузе может быть две кафедры философии? Ну раз две, значит, надо... Чего делать с преподавателем? Ну, его оставили, а членов его кафедры повыкинули. А я говорю, и кто ты теперь? А я говорю, теперь профессор права, кафедры права и истории. Он говорит, это круто. У меня звание профессор, кафедры экономики и права, а ты вот стал правоведом вот в одночасье. Права и истории еще, ничего себе. Ну, недолго я так сидел. Потом взяли и соединили все кафедры гуманитарные в центр общественных наук. Да, без разбора. И еще повыольняли. И коллега мой уволился. Начали опять новые программы писать, новые бумаги бесконечные. И мы вот все время сейчас от бумаг отбиваемся. Не знаю, вы хотите связаться с общественностью, а мы хотим отвязаться от бумаг. И невозможно делать. Пример. Ну вот я как бы к высшей категории отношусь. Профессор, звание, должности. А у нас еще есть ОЦО. Вы это не знаете. Вам не дают информацию. Я вам честно расскажу, как мы деньги получаем. Мы получаем зарплату непростую. Это у нас университет ведь непростой. Он готовит президентов и премьеров. За это нам платят ОЦО. Вы не знаете, что такое ОЦО. Это большой секрет. Так, вы сильно это не записываете? Ну ладно, ничего, пусть идут. Не такой уж это и секрет. ОЦО. ОЦО означает особо ценный объект. То есть вот у меня, скажем, оклад 24 тысячи и 14 тысяч за ОЦО. Нет, 28 у меня оклад. И 14 тысяч за ОЦО. Половину. И за все вот эти там за степень, за должность, за звание половину. Вот если не за степень тысячи, значит половина за степень ОЦО. Еще 500. За должность профессора. Тысячу, еще 500. За звание. Еще. И так далее. Итого набирается, сколько у меня? 54. ОЦО это ОЦО. Разные есть всякие комбинации. А у других нет этого ОЦО. А почему? А потому что они не готовят президентов и премьеров. Вот у вас есть этот дипломник, бывший министр финансов? А у меня дипломник Кудрин. Возможно, меня будут судить. А вы, как вы вместе со мной сидели, вы как сообщники пойдете. Ну, сначала как свидетели, а потом знаете, как бывает, сегодня свидетели, а потом раз и превращают уже в эпидеми. Вот, по-разному свидетельствует складывается. Вот, таким образом, значит, вот сложные такие наши задачи. Мы, так сказать, увидели общую связь. И что нам нужно? Вот мы уже начали одну категорию, мы уже с вами знаем, идея из философии. Ну и другие категории. Как будем идти? Будем от простого к сложному или от сложного к простому? Простого. Ну вот. Прекрасно. Учитесь. Вот вы не успели первое сказать, а ей уже балл на зачетный экзамен. Балл. Она придет, а вот Михаил Васильевич. А помните, еще я хочу вам сказать сразу, объяснить, как получать хорошие оценки на зачете. На экзамене это сложнее. А на зачете, если знаешь философию, в философии самой, в диалектике самая простая категория называется, ну, вас не буду спрашивать, вы меня уже, вы не знаете, да? Самую простую. Самую простую. Самую легкую. О, видишь, до чего народ довели? Не знает самого простого. Но я вам выдам эту тайну. У нас еще вот, у нас даже есть на кафедре товарищи, которые излагают, что вся вот наша жизнь, это как бы конспирология. Вы пришли разузнать, что я знаю. То есть как бы выведать тайны науки. Вы. То есть вы конспирология, так сказать, узнаете. Ну, ничего, будет экзамен, я буду выведывать. Что у вас осталось в голове после этого всего. Так? Я то есть хочу тоже выведать. И все как бы мы шпионы. Правильно? То есть сейчас вот вы шпионите, потому что вы сейчас, я вот, вы меня выведать хотите, все, что я знаю. А на экзамене я буду вас выведывать, буду. И причем с пристрастием. А не скажете, что вы знаете, то я еще какие-то меры буду применить. Ну, у меня меры там радуются, все, четыре балла там. Немного. Но есть и крутая мера, там два, это человек увольняется отсюда. Так что у меня полномочия сумасшедшая. Сумасшедшая. Мне даже страшно. Вообще я вам предлагаю как-то так готовиться, чтобы мне не приходилось делать, потому что мне даже за себя будет стыдно. Так вот, самая простая категория диалектики связана с тем, что вот если я что-то не знаю, вот я не знаю, что это такое, что я знаю про то, что я не знаю. Что? Вот вы философски не образовываете. А я философски образовываю. Я знаю, что оно есть. Слышали, да? А раз то, что есть, называется бытие. Какое? Если я знаю только то, что оно есть, это чистое бытие. И вот приходите вы на зачет. И вот я вам спрашиваю там то-то-то-то. Что вы знаете об этом? А вы смотрите, так на меня, сейчас бы вы смотрели, так это, рассерено, а вы гордо. Только надо вот голосом таким твердым. Как надо говорить? Я знаю, что оно есть. Вот это надо, запомните, вот так, чтобы звучало. А я говорю, еще, что вы знаете? А вы мне говорите, Михаил Васильевич, мы же договаривались с одним вопросом. А это уже пошел допрос. Мы же студенты, мы же не арестанты. Ну, все. Ставьте зачет. А что мне делать? Вот если ничего вы не знаете, ничего нет. Ну, знаете, раз спрашивают насчет вас, есть оно? Есть? Ну, это вы знаете. Поэтому зачет вам, если вот философия, могучая наука, зачет вам гарантирован. 100%. А у нас экзамен. А на тройку? Ну, это полуэкзамена уже. Ну, а полуэкзамен. Это даже третий план. Полуэкзамен. Экзамен хуже, с ним хуже дело, да. Но мы же с вами будем двигаться от простого к сложному, скажем. Вот сейчас мы одно движение с вами проделаем. Значит, поскольку мы знаем, вот это самая первая категория диалектики, философская категория диалектики, самая первая вообще и самая простая. Это чистое бытие. Почему чистое? Потому что мы ничего не знаем, кроме того, что оно есть. Вот попробуйте теперь напрягите свои головы, они у вас молодые, в отличие от моей головы, и обдумайте вот эту первую категорию. Поделитесь, пожалуйста, результатом своего обдумания. Что вы можете сказать про категорию чистого бытия? А? Вопрос. Это не то, что вам обсуждать там политические вопросы, там рекламы, связь с общественностью. Вот мы вас приобщаем к великому. Что вы скажете о чистом бытии? Что вы можете сказать о нем? Что оно есть. Это вы уже сказали. Мы идем дальше. Расскажите про него. Вы все сказали о нем? Или можно еще о нем сказать? Вы обдумывали ее? И раз вы знаете, теперь вы то, что вы знаете, обдумайте. Вот вы знаете, что оно есть? Вот и обдумайте теперь эту категорию. Каким мыслям, выводом вы пришли? Я знаю, что оно есть. А? Я знаю, что оно есть. Это вы уже про себя говорите. Вы себя расхваливайте. А вы про эту категорию расскажите. Это правильно, что вы говорите. Вы себя продвигаете вперед. Как бы уже реклама пошла. А вы вот про эту категорию расскажите. Что вы про категорию это можете сказать? Вот учитесь, сейчас я вам покажу, чем отличаются профессора от студентов. Они про такую ерунду могут наговорить гораздо больше. Вот чистое бытие есть, и больше нечего об этой категории сказать. Так? Ну это же продвижение. Нечего сказать. А чтобы вы так не смотрели на меня, я вам сейчас докажу, что я настоящий профессор. Потому что в нашем сознании и в вашем сознании состоялся переход чистого бытия во что? В какую категорию? Если нечего сказать, то мы перешли к рассмотрению чего? Ничто. Вот она, вот она, смотри, вот способность. Она способна, а из вас будет профессор только молодой, нечего от меня, и быстро будет. То есть категория чистого бытия перешла в категорию чистого ничто. Это мало, что ли? Вот вы даже не знаете, как действуют научные институты. Допустим, один научный институт поставил вот такую задачу в течение года. Исследовать категорию чистого бытия. Ну, выделили средства там, смету, а то получает зарплату. К концу надо писать отчет. Что вы напишете в отчете? Вот она знает, что написать. Длительные эксперименты, исследования, проведенные на нашем институте, показали, что чистое бытие переходит в чистое ничто. Ну, вы же начали обдумывать и выяснить, что так. Но это не сразу. Мы к этому пришли, там сложности всякие расскажутся. Сколько семинаров провели, так сказать, сколько исследований, замеров и так далее. Ну, это чем чревато, что у вас институт, поэтому надо написать, поэтому просим преобразовать наш институт в институт ничто. Ничто. Вот голова. Вот, смотрите, таланты-то где-то, они прямо вот впереди сидят. Институт ничто. Вот это жилка предпринимательская. Ну, и пишем Медведеву, что вот тут мы тут все изучали, и требуется такая, что тут появилась идея мощная, что надо образовать институт ничто. Еще никто не изучал. Вы институт ничто изучали? Нет. Но это финансирование потребует двойного. Потому что тут была первая категория, а это ничто же, оно родилось из чистого бытия, да? То есть надо как бы и само по себе ничто рассматривать, и как результат движения чистого бытия в ничто. То есть это нужно вдвое больше денег. Ну, соответственно, и зарплаты. Вот она, соответственно. Мы ее назначаем. Я ее сразу зам генерального директора этого института, зам директора института по финансам. И всем вам будет хорошо. Так, получили мы финансирование, работаем, год прошел. Ну и что получилось у нас? Отчет пора писать. Значит, как отчет напишите, так и получите. Или закроется ваш институт, или опять предложите что-нибудь красивое. Кто? Какие есть идеи? Мы пишем, как исследовали ничто. Существо нигде. Как ни что, существо нигде. Существует, нет, это очень сложно. Такое существование, это в науке логики. Гигель, это книга вторая, учение о сущности, это вы и уехали вперед. Не надо такие сложности. Вот слушайте как. Я вам объясняю, как философию используют. Как из воздуха можно сделать деньги? Ничто нигде. Значит, смотрите, что мы исследовали с вами. Вот вы два года уже работаем с вами. Вы осознали? Два года. Первый год. Мы же отчет общий пишем теперь. Двухгодовой. Ну, как бы годовой, но с учетом того. Значит, наше исследование показало, что чистое бытие пересвает чистое ничто. А чистое ничто есть? Вы за год-то выяснили, что если вы столько денег за него получаете, граждане, целый год получали деньги, вы что, не додумали из-за того, что оно есть? Есть оно или нет, чистое ничто? Что это вы так задерживаете? А раз оно есть, вы вот чистое... Мы, наше исследование впервые в мире показало, что чистое ничто переходит в бытие. Уже не чистое. Какое чистое? Уже денег столько поглотили. Уже не поворачивается язык сказать, что в чистое. Чистое ничто переходит в бытие. Значит, чистое бытие переходит в ничто. А чистое ничто переходит в бытие. Как назвать это? Одно в другое переходит Бытие в ничто, ничто в бытие Бытие в ничто, ничто в бытие Нет ничто, нет бытия, есть лишь движение И исчезновение одного к другому Это надо исследовать Это надо отдельно Третий год и отдельно финансировать Правильно? Что вы помалкиваете? Само ваше слово сейчас, товарищ Маузер Как раз вот сейчас надо Значит, пишем бумагу Вот отчеты в отчете пишем Что для более глубокого Вот мы открыли Открыли теперь Вот такое движение исчезновения У нас не неподвижное бытие, а не неподвижное ничто А мы открыли движение Исчезновения бытия в ничто А ничто в бытие Это требует отдельного и глубокого изучения Ну и соответственно финансирования Какого? Тройного Правильно же? Не, ну если не дадут, так и не дадут Ну они вырежут немножко Надо написать же Написали И будем изучать И что мы будем изучать? Это очень интересно изучать Как назовем вот переход Вот это, во-первых, название Давайте какое-то сразу предложим Наш институт Переименовать в институт Вот это когда ничто переходит в бытие А бытие в ничто Это становление Такая философская церковь Становление Вот если вы в становлении находитесь Вы сейчас вот Кто в становлении? Как вот сразу Я не знаю как одним словом Реклама и связь с общественностью Вот Но вы журналистом являетесь, нет? Нет Отрекайтесь от журналистики А кто вы тогда вообще? Специалист по массовым коммуникациям Специалист по массовым коммуникациям А у вас ничего такого нету Кстати, реклама и связь с общественностью Ничего такого не нахожу Какой-то вы неизвестный кто По коммуникации А? По коммуникации По коммуникации Связь с общественностью А где это? Я не знаю Я человека открываю Вот интернет смотрю Там нет такого Что вы мне рассказываете? Нету Ну ладно Ну в общем вы этот самый Специалист по этим делам по рекламе связи, но в становлении. Вы же еще не закончили? А что значит не закончили? То есть как бы и бытие уже есть, ну и ничто еще есть. Ну потому что еще не закончено это движение, правильно? Правильно? Значит вы бакалавр, ну бакалавр в становлении, правильно? А если вы отречетесь от массовых коммуникаций, то тогда опять вы ничто превращаетесь. Это не надо. Вы не отрекаетесь, вы прямо так утверждаете себя, что я в становлении. И вот раз вы в становлении, давайте предложим назвать наш институт по-новому институт становления. Первый был у нас институт бытия, второй был институт ничто, ничто не надо, никакого-нибудь ничто. А это институт становления. Прости уже. И будем изучать переход ничто в бытие и переход бытия в ничто. И целый год изучаем, Как назовем переход бытия в ничто? Было и не стало. Я вам советую, нам же не закрывает доступ к библиотекам, открываем науку логики Гегеля. Гегеля сразу никто не считает, поэтому и денег мало имеет. А мы открываем и видим, что переход бытия в ничто называется прихождением. Ну все приходящее. Это мало? Вот смотрите, я вот если только это знаю, что переход ничто, бытия в ничто это прихождение, и больше ничего не знаю. И поеду я в пустыню, буду старцем. И вот вы ко мне приезжаете летом, а у меня мед там, пчелы, тихо, спокойно все. Приходите, рассказывайте, цены растут, замучили экзаменами. А я, я же муж старец, я говорю, это все приходящее. И вы успокоились, поехали домой. И через год снова ко мне приезжаете. И рассказываете. Да, повысили то, сё, облегчили. И цены думали, что они на 20% скакнут, а они только на 4%. И стало все у вас хорошо, и вы мне радуетесь, докладываетесь. Так стало жить хорошо в нашей России. А я что говорю? Мне это все приходящее. И так каждый раз. И такой я мудрец. Что бы ни произошло, я все, значит, приходящее. За это мне несут и курочек, и мед, и прочее. И вы с пустыми руками-то не приезжайте. А я вам с медком, конечно, угощу. Само собой. Диких пчел. Вот такая штука. Разве плохо? И вот мы изучаем, изучаем. А еще есть, это первая половина года. А может, мы первый год будем вот это изучать, прихождение. А потом вот переход ничтого бытия. Это же отдельная тема. Это мы не можем сразу вот такие две семьи объять. Правильно? Это второй год. Это переход ничтого бытия. Как вы назовете? Не было и стало. Но это реально же проблема. Как вот? Не было и стало. Вот не было вас здесь, и вот теперь вы здесь. Вот я вот это заметил. Сначала вот она пришла. Да? Нет. Кто? Вы пришли же первые. Появление. А их не было. А потом раз они появились. То есть не было и стало. Это же проблема. Появление. Появление очень глубокой категории. Это явление. Это тоже том второй науки логики. Нам надо простые категории. Простая категория называется это возникновение. И вдруг возникает вот в пределах неверия. Раз, два, три. И садятся. Возникли они. Хорошо же. Изучаем возникновение. Переход ничтого бытия. Не было и стало. И вот представляете, у нас, мы уже, мы нам теперь в отчете напишем, что есть, мы исследовали становление, и в нем есть два противоположных движения. Чувствуете, как мы глубоко уже зарылись? Два противоположных движения. И нам все-то, все-то мы взяли бытие и ничто. Одно возникновение, а другое прихождение. И они наперекор друг к другу идут и борются. И это надо нам, конечно, зарплаты поднять. Это такое сложное. Это мы борьбу противоположностей изучаем. Нас нельзя приравнять вот к этим, которые просто перечисляют какие-то признаки, классифицируют. У нас борьба противоположностей. У нас становление, которое есть где? Везде. Категория всеобщая. Во всем есть это движение. Назовите мне, пожалуйста, кто будет, мы сдавать будем отчет. Вот вы пойдете сдавать. Я-то не пойду. Не хочу подавиться. А вот вы там скажете, вот покажите мне какой-нибудь объект, в котором бы не было прихождение. Вот стол. Он же умирает. А вот вы там, председатель госкомиссии, вы же умираете. Вам кажется, что вы живете, но жизнь-то она конечна. Еще не было ни одного человека, который из этой жизни вышел живым. И если вы думаете, что вы нам вот не дадите денег и вы выживете, нет, все равно вас настигнет кара. Лучше дайте нам денег больше. Идите с Богом. Логично? Вот. Нет ничего другого. Вот вы же знаете, что этот дом когда-нибудь состарится и развалится. Но нет таких домов, которые, ну может там римские развалины, но долго будет он разваливаться. Это хороший дом так хорошо сделал. Ну стулья эти, столы там, уже сколько раз их меняли. На них напишут что-нибудь, потом они раз и развалили. Это не настоящее дерево, и это не настоящее дерево. Это пластмасса. Вон уже вот от него отобран. Вот оно идет, прихождение. Я вот прямо вижу. Кошмар. И лекция наша закончилась. Вот оно закончилось. Здравствуйте, товарищ Шилов. Лекция наша закончилась. Я сейчас спущусь вниз. Я сейчас спущусь вниз, да. Меня просто не отпускали студенты, но сейчас отпустят. Значит, вот на этом разрешите вводную нашу лекцию. Зачем изучать философию? Вы поняли, как можно с помощью философии много чего людям объяснить и достойно себя представить и поставить. Вам же нужно себя-то тоже нужно продвигать? Или вы только продвигаете какие-то товары? Ну сами-то вы должны тоже выглядеть в соответствующем. Все, спасибо за внимание. Значит, до следующего раза. В следующий раз мы здесь встречаемся. Это уже журналисты пришли. Они тоже хотят знать, как это делать. Спасибо.